Девушки отдыхают Евро-хоккей-тур сборной России в новом составе идет за очередным золотом Студенческая хоккейная лига, КФУ против Академии спорта Церемония награждения Спартакиада Юлбарс Онлайн Гость студии Алексей Ливанов, подводим итоги уходящего года Начнем сегодня с европейских новостей На этой неделе Москва принимала у себя второй этап Евро-хоккей-тура По традиции флагмана европейского хоккея Именно сборные Чехии, Швеции, Финляндии и России На данном турнире обкатывали свои составы перед чемпионатом мира 2021 года Амир Сабиров наблюдал за ходом турнира и прямо сейчас готов вам рассказать, что да как там было Сборные Чехии, Финляндии, Швеции и России продолжают готовиться к чемпионату мира 2021 года Турнир открывал матч финнов против чехов В упорной борьбе сильнее оказались хоккеисты финской сборной 4-3 А россияне стартовали на домашнем турнире схваткой со шведами Счет в этом матче был открыт только во втором периоде После нескольких рикошетов шайба все-таки долетает до наших ворот 1-0 Фонтус Оберг празднует гол 10 минут спустя Андрей Кузьменко с передачей Ивана Морозова и Егора Яковлева сравнивает счет 1-1 На второй перерыв команды вновь уходят без явного фаворита на площадке В заключительном отрезке матча скандинавы вышли вперед на седьмой минуте Эмиль Петерсон показывает свой мощный кистевой бросок 2-1 Но уже через 3 минуты россияне с интервалом в минуту сравнивают счет и тут же выходят вперед Сначала Никита Сошников сходу в касании реализует хорошую контратаку 2-2 А после уже форвард московского Динамо Вадим Шипачев реализует большинство И впервые в матче выводят вперед нашу сборную 3-2 Шведы побежали отыгрываться и им это удалось Защитник СКА Оскар Фантенберг сравнял счет на 16-й минуте 3-3 Для определения победителя командам потребовалась серия буллитов В которой сильнее оказались наши ребята Свои броски реализовали Никита Сошников и Эмиль Ларсон А победный на счету Андрей Кузьменко 4-3 Сборная России выигрывает свой первый матч на турнире Уже через день финны встречались со шведами Северо-юропейское дерби В котором уверенную победу одержала сборная трех корон 4-1 Ну а нашим ребятам противостояли неуступчивые чехи Которые жажду заполучить свои первые очки на турнире Но сборная России не собиралась уступать перед своими болельщиками Уже на седьмой минуте Антон Бурдасов демонстрирует свой кистевой бросок И открывает счет 1-0 Тремя минутами позднее Андрей Кузьменко закрепляет успех сборной 2-0 Но недолго радовались наши хоккеисты Чешская сборная тут же напомнила о себе И нападающий Челябинского трактора Лукаш Седлак уменьшил отставание от сборной России 2-1 Второй период оказался безголевым А третий стал фееричным для Максима Мамина Нападающий ЦСКА оформил дубль Сначала оказался расторопным на пятачке чехов и затолкал шайбу ворота А после за три минуты до конца матча забил уже в пустые ворота 4-1 Сборная России становится единоличным лидером в турнире на таблице Последний день турнира открывал матч шведов против чехов В котором последние заработали свои первые очки на турнире Победа Чехии 4-1 Финны пока набрали только три очка Но у них есть отличная возможность их отобрать у хозяев И забраться на первое место В первом периоде болельщики увидели только одну шайбу Вадим Шипачев отличился и вывел вперед нашу сборную 1-0 А уже во втором периоде Дмитрий Воронков увеличил преимущество 2-0 Пять минут спустя тот же нападающий Акбарс из передачи Павла Корнаухова и Сергея Толчинского Оформляет дубль 3-0 А в конце второго эпизода игры Харри Песанин дарит своей команде надежду на камбэк 3-1 В конце третьего периода Финны поменяли вратаря на шестого полевого И Павел Корнаухов забил в пустые ворота 4-1 Ну а конечную точку ставит Андрей Кузьменко Который забросил свою шайбу за 13 секунд до конца матча 5-1 Сборная России выигрывает все свои три матча И становится безоговорочным победителем второго этапа Евротура Амир Сабиров на теле спорта Если сборная России по хоккею принимает участие только в одном турнире А именно Еврохоккей-тур То сборная Казанского федерального университета по хоккею Принимает участие уже в четвертом для себя турнире На этот раз студенческая хоккейная лига Первый тур и сразу же грозный соперник сборной Академии спорта За борьбой двух грандов наблюдал наш корреспондент Евгений Алмазов И сейчас он расскажет о ходе данного матча В первом турнире студенческой хоккейной лиги Казанские юлбарсы встречались со сборной Павловской Академии физической культуры, спорта и туризма Матч проводился на домашней арене Академии В спортивном комплексе «Зеланд» В самом начале матча на первой минуте Капитан юлбарсов Марат Хафисов удалился И Академия быстро реализует большинство 1-0 Минуты позднее Академия увеличивает свое преимущество Братарь гостей Артур Махамедзианов был бессилен в А0 Казалось бы, КФУшники отошли от мощной пощечины В начале матча, но хозяева не собирались останавливаться И за 5 минут до конца стартового отрезка Забили еще 2 шайбы И довели счет до разгромного 4-0 Черная полоса для юлбарсов не закончилась И во втором периоде Сначала на первой минуте Никита Иванов забрасывает шайбу ворота 5-0 А 4 минуты спустя уже Ильдар Мананпов 6-0 Уже в первой контратаке Эдуард Мусин забрасывает шайбу престижа Для казанских юлбарсов 6-1 Но радость гостей не была долгой Уже через минуту Академия возвращает преимущество в 6 шайб 7-1 Юлбарсы старались Стали больше атаковать И это принесло свои плоды Марат Хафизов забивает второй гол гостей 7-2 Третий период на удивление многих стал малорезультативным Одна шайба побывала в воротах казанских юлбарсов 8-2 Конечный итог матча Студенты КФУ терпят разгромное поражение В своем первом матче в чемпионате Евгений Алмазов, Амир Сабиров, Неделя спорта От матча переходим к подведению итогов года Награждением офлайн завершилась спартакиада Юлбарс Онлайн 17 декабря представители всех учебных подразделений КФУ собрались в малом зале Уникса Дабы чествовать победителей и призеров данной спартакиады Вместе с ними в малом зале оказался и наш корреспондент Наталья Жирнова И сейчас она подробно тебе расскажет, кто стал сильнее в этой онлайн спартакиаде Почти каждое спортивное событие заканчивается объявлением своих победителей Вот и в этот раз на сцене малого зала Уникса Можно было увидеть людей с медалями и кубками Повод – награждение по итогам онлайн спартакиады Среди первокурсников Юлбарс Онлайн Пандемия коснулась всех сфер деятельности университета Мимо спорта это также не прошло Многие мероприятия были переведены в онлайн формат В том числе и спартакиады Юлбарс Онлайн Данный формат мероприятия – уникальное событие в мире студенческого спорта В принципе, особых трудностей не возникло В 2020 году весной мы уже все это попробовали Когда были вынуждены уйти в сеть, в онлайн режим Мы провели турниры и по шахматам И были у нас киберспортивные турниры по FIFA и по Dota 2 И поэтому, в принципе, когда мы осенью думали о новом формате спартакиады первокурсников Мы больше всего даже опасались в том, что нашим студентам это покажется немножко странным Отходим от традиций Но уже после прошествия спартакиады можно смело заявить, что спартакиада зашла на ура И я думаю, данный формат выйдет на новый уровень И будут все студенты Казанского федерального университета принимать участие в спартакиаде онлайн С площадок и беговых дорожек студенты перенеслись на просторы Dota 2 Шахматы шашек онлайн Поиграли в интеллектуальный квиз Позанимались в визройной удаленке И наматывали километры в рамках RunOnline Первые награды были вручены участникам соревнований по шахматам и шашкам В которых приняли участие более 200 студентов Лучшими шахматистами в общекомандном зачете Стали первокурсники из Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Оставив позади набережный Челнинский институт В шашках же студенты из набережных Челнов не отдали свое преимущество И заняли первое место в общекомандном зачете На втором месте институт математики и механики К слову, это единственное серебро для данного института В остальных видах спорта студенты Мехмата стали чемпионами В необычной для спартакиады компетенции квиз-викторина Они становятся безоговорочными лидерами и забирают кубок Самым обширным видом соревнований Юлбарс Онлайн стала физра на удаленке Участники спартакиады состязались в таких упражнениях, как отжимания, приседания, бег и планка Лучшими вновь стали студенты из института математики и механики Забрав свою копилку, очередной кубок и многочисленные медали Спартакиада не обошлась и без киберспортивного турнира Мехмат показал, что силен не только в физической подготовке, но и в командных играх Своими киберспортивными навыками ребята из Мехмата вывели свою команду на первое место Даже в таком нестандартном соревновании Таким образом, институт математики и механики в одну калитку обыграл своих конкурентов И стал абсолютным чемпионом в рамках спартакиада Юлбарс Онлайн Во-первых, мы очень сплоченные По всех абсолютно видах, где мы участвовали Мы старались друг другу помогать При подготовке и при участии поддерживали друг друга И, конечно, наш спорторг Юркин Сергей Он тоже сыграл немаловажную роль Он всегда нас мотивировал, поддерживал Вот, наверное, два фактора Наталья Жирнова, Неделя спорта А мы продолжаем нашу программу и тему награждений Тему подведения итогов года Сейчас у меня в студии появляется начальник отдела физкультурно-массовой спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов Алексей Николаевич, рад вас видеть у нас в гостях Спасибо, Роман, за приглашение Ну что, подведем итоги уходящего 2020 года В целом для спортклуба, для Казанского федерального университета Да и вообще в спорте в республике По вашему мнению, как он выдался? Любой год, если рассмотреть, есть положительные, есть отрицательные моменты Но всегда нужно смотреть плюсы Если смотреть в этом году, у нас есть довольно значимые достижения Есть те позиции, где мы сохранили свое положение Или немножко шагнули вперед Ну, если смотрим на результаты, то стоит отметить, что в этом году В связи с пандемией наш университет, ну и в принципе Весь мир, спортивный мир столкнулся с новыми вызовами Мы с этим, я считаю, справились Есть направление, которое мы перешли в онлайн формат Отправили новые проекты в этом году Пока это для студентов первого курса Очень радует, что цифра довольно-таки серьезная у нас Участников более 700 студентов первого курса приняло участие Из оффлайн спортивного мероприятия, думаю, стоит отметить, что Как и в прошлом году, и позапрошлом Наши студенческие команды, студенческого спортивного клуба «Казанский Улбарс» Очень активно и качественно провели отборочный этап Тем самым получили заслуженные путевки на суперфинал, который прошел в этом году в Казани Достойно выступили Стоит отметить, что настольный теннис в этом году у нас поднялся вверх Заняли достойное второе место Волейболистские женские команды заняла второе место Шахматисты нас порадовали И футболисты первым местом чемпионами Надеемся, что в дальнейшем у нас будут такие же места Подтянутся другие виды спорта Надеемся на лучшее Из других видов спорта, наверное, и для меня, как руководителя команд И для нашего университета Очень отрадно, что сильное продвижение у нас было в сборных командах По спортивному ориентированию Команда впервые выиграла в спортаке от вузов Республики Тарстан Получила право принять участие на финале Всероссийской универсиады Это впервые для нас Это очень большое достижение Надеемся, что дальше ребята будут двигаться и расти Из тех побед, из тех достижений, которые у нас были в 2020 году Их было достаточно много И вот сейчас просто перечисляешь и думаешь Вау, как же все-таки много у нас было в 2020 году Какое более хочется выделить? То, что в чемпионате ССК Казанский федеральный университет стал первым То, что в кубке ПФО по хоккею Гилбарса стали вторыми Или, может, на региональном уровне То, что гонболисты наши вторые Студенческая футбольная лига тоже серебро взяли Или же какое-то другое Вот прям вот хочется выделить Понятно, что это сложно сделать, но может все-таки найдется такое мероприятие Любое достижение нашего университета, где мы шагнули вперед Я считаю, это одно из главных событий Да, добавлю, что у нас и футболисты Как на суперфинале ССК добились победы Стоит отметить, что они впервые в истории В студенческой футбольной лиге завоевали серебряные медали До этого мы поднимались только до третьего места В этом году мы впервые поднялись выше Из хоккейных достижений я еще раз отмечу Это серебряные медали, все-таки значимый турнир Который котируется не только в республике, в ПФО Но и стоит в российском календаре Это серебряные медали Ну и Всероссийская летняя университета Которая проходит не каждый год Но туда нужно отобраться Там нужно показать высокие результаты Для того, чтобы в дальнейшем завоевать медали Ну что, Алексей Николаевич, большое спасибо За такой подробный рассказ достижений Казанского федерального университета в этом году Огромное спасибо за приглашение Напоминаю, друзья, у нас в гостях сегодня был Алексей Николаевич Ливанов Начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Ну что ж, с наступающим Новым годом Увидимся уже в 21-м И будем продолжать успех Казанского федерального Несомненно Вперед, выше, быстрее Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась неделя спорта А что будет дальше, посмотрим Впереди новогодние праздники И наша программа тоже на них уходит Но, друзья, надолго не прощаемся Увидимся с вами в январе И обязательно следите за нашими социальными сетями И с сайтами универсмотри.ру Там будет много интересной информации По поводу студенческого и мирового спорта Это была программа неделя спорта И ведущий Роман Блинсков Еще увидимся До скорых встреч с наступающим Новым годом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин